Добрый день, уважаемые дамы господи! Седьмой чемпионат России среди женских команд. Не удивляйтесь, так действительно и есть уже. Кто-то делал это дважды. Версии прогноза. Посмотрим, что будет в этом матче. Встреча начинается. Звезда. Сразу здесь надо стрелять большое внимание. Звезда играет сегодня в черной форме. Это состоялось весной. Ну и, собственно говоря, успех национальный пока что наблюдает за происходящим со стороны. Под 11 номером заявлено Дарья Зварыкина. Опасный момент у Звезды. И мяч влетает в ворота. 1-0. Вот так вот здорово. Я бы сказал, что на пятаке сыграл сейчас 26 номер Яна Зубилова. Зубилова подставила левую ногу и хватило этого касания для того, чтобы мяч докатился. Свободный удар с центра площадки. Разбег Асиновской. Удар и прямо по центру. Но добивание возможно будет. Пытается это сделать. Между прочим, автор гола едва дубль не оформляет сейчас. Асиновская получает передачу от Силиной. Но ее опережает здесь здорово Дарья Корнилова. Но дальше борьба продолжается. И здесь мешает Асиновская и Зубилова друг другу. Асиновская в итоге пробивает именно в Зубилову. Ну а это уже удар великолепный в исполнении Юлии Сержантовой. Между прочим, игрока, который в прошлом сезоне выступал как раз на чемпионате России. Но у нас еще один удар с центра площадки, который на этот раз уже будет пробивать не Анастасия Асиновская, как было в первом периоде, а восьмой номер Анна Чернякова. У мяча. Итак, Чернякова низом и с рикошетом от песочка. Так как, в принципе, Чернякова, наверное, и задумала. Я думаю, что удар с такой силой был исполнен специально. Дружжение получает Анна Чернякова за 3 минуты и 50 секунд до окончания второго периода. Ну и драйв борется. Драйв пытается, пытается. Вот удар, и вот он гол. Так даже немножко неожиданно драйв этот гол празднует. Отличный удар. Причем, посмотрите, со своей половиной площадкой она его исполнила на точность и в обвод игрока звезды. Мяч отскочил, но отскочил здесь перед Колубаевой. А вот это хороший проход. Еще удар. И Колубаеву здесь уже гораздо сложнее было. В 2013 году играла за команду. Дот Меди. Еще один хороший момент. Это снова Заварыкин. Неплохая, неплохая позиция. Конечно, немножко далековато. Особенно все-таки, учитывая, что это женский футбол. Но отсюда забиваются мячи. Хороший удар под Перекладину. Историю названия, к сожалению, я не знаю. Но я думаю, что с ним Пионский мяч сохраняет, контролирует, гоняет соперника. Расходует их силу. Вот только теперь удар поворота в рикошет. И это гол. И это гол. На самом деле, наверное, это будет все-таки автогол. Хотя пока объявляют именно Чернякова. Но, конечно же, Анна делала передачу в этой ситуации. Сильно. Дальний удар хороший. И вот он. Вот он, вратарский гол на чемпионате России. Более того, на табло даже сразу за два засчитали этот гол. Знаете, как во дворе, когда играешь, некоторые там мячи головой засчитывают за два. Вот здесь вот гол Виктории Сильной сначала на табло, как два мяча записали. Но Сильна не первый раз забивает. Опять же, даже если посмотреть статистику ее матча за звезду, у нее достаточное количество забитых мячей. И снова в воротах уже у звезды Аклбаева. Они сильно сейчас нарушают правила Канаева. Хотя воздух либо на Канаеву, либо на Осиновской. В итоге Осиновская с мячом проходит. Дана Корнилова либо не проходит. Ой-ой-ой. И на Канаева-то доставила мяч Осиновская. Посмотрим, как для звезды тайм-аут прошел с пользой или нет. Но... Видна сразу разница, да, в женском пляжном футболе! 5-2. Красивый гол забивает Екатерина Мартынова. Он, понятное дело, ни на что не повлияет уже в этом матче, но влияет на настроение немного. Драйва. Учит, она улучшается. Но у звезды наоборот, наверное, немножко... Оно сейчас изменилось. Звезда. Санкт-Петербург. Драйв 32. Брянск. 5-2. Матч завершен. Поздравляем звезду с первой победы на этом турнире. Наверняка она не последняя. Может быть, будет их 4 из 4, может быть, нет. Посмотрим, в любом случае, чемпионат России среди команд женских. Стартовал у нас...